Здравствуйте дорогие мои друзья! Сижу я в интернете, захожу в группу ВК и вижу вот такой пост, который прислал Артем Пожаров. Сразу говорю огромное спасибо за такую статью. Статья горячая, горячее просто не бывает. Вот и пишет он мне. Телеграм теперь официально сливает данные в западные спецслужбы. Ну, нужно источник проверить. Сами понимаете, сейчас такое пишут. Ну, вроде бы BBC. Так, переходим сюда. И да, это русская служба BBC. Вроде бы очень авторитетный источник, согласитесь. Заголовок довольно интересный. Продолжаем сопротивление. Телеграм обновил в политику конфиденциальности. Но разумеется, они бы не назвали бы данную статью. Теперь Павел Дуров передает информацию спецслужбам. Спецслужбам. Потому что это является зашкваром. В любом случае, кто бы мне сейчас не говорил, что они не садят за репосты, это зашквар. Неважно в какую эпоху. Пусть это 19 век, пусть это 20 век. Теперь 21 век. Молодежное движение всегда боролось против системы. И похер это КГБ, ЦРУ, FBI. Понимаете? И если ты одним спецслужбам не отдал информацию, мотивируя это тем, что твой мессенджер является эталоном свободы, но вдруг ты берешь и передаешь это другой спецслужбе, это самый настоящий зашквар. И верить в сказки, что якобы там кого-то не садят за посты в социальных сетях. Ребята, зайдите в Facebook. Посмотрите, сколько там всех перебанили. И почему вы не возьмете переводчик, не сядете и не почитаете? Кого и за что там садят? Если там чувака посадили тупо за болванки с рекавери Windows, до таких примеров просто тысячи. Неужто вы верите, что там вы можете оскорблять религиозных каких-то деятелей, да? Любого политика, переходя на личности, вам за это ничего не будет? Ну это бред. Это просто бред. Хотите, можно будет сделать отдельное видео. Скажу вам сразу, мне не очень в последнее время нравится снимать подобные ролики. Потому что постоянно какие-то оскорбления, какие-то гадости пишут. Да и счетчик подписчиков стоит на месте. Я прекрасно понимаю, что на самом деле он не стоит на месте. Просто люди одни подписываются, другие отписываются. Вот и получается, что за целый день у меня на счетчике, грубо говоря, 14 804 человека. И все. Ну просто нужно быть кретином для того, чтобы то, что ты сванговал уже давно, не показать зрителям. Вот посмотрите, свершилось. Паша зашкварился. Паша жестко зашкварился. И при том это не какая-нибудь там медуза или какой-нибудь акет, или как там называется, это говносми. Это Би-Би-Си. Это реально Би-Би-Си. Вот в чем смысл. Теперь просто по первому же по сути запросу Паша будет предоставлять им любую информацию. И здесь такое, так вот написано, смотрите. Создатель Телеграм Павел Дуров пояснил, что это связано с европейским законом и не касается ситуации в России. То есть российским спецслужбам, российским властям ничего предоставлять он не будет. Но будет сливать все западным. Знаете, с чем это можно сравнить? Ну, к примеру, ты тусуешься с чуваками где-нибудь в парке Горького, кричишь панки хой, но при этом потом их ведешь в участок. И мне очень интересно, сколько блогеров, влогеров и ТДТП вообще опубликуют данную новость? Интересно, кто вообще про это сейчас расскажет? Правильно, никто. Про это большинство будет молчать. Но если все-таки где-нибудь расскажет об этом, то мельком. Типа, как это сделал BBC. То есть продолжаем сопротивление. Телеграм обновил политику. Напишите вы прямо. Телеграм слился, все. И какая тут свобода? О какой свободе вообще идет речь? Это цепная собака. Где лучше кормит, на того и будет работать. И вам вообще ничего не напоминает? Смотрите. Телеграм может передать спецслужбам и IP-адрес, и номер телефона пользователей, подозреваемых в терроризме. Ничего не напоминает? И давайте, народ, без оскорблений. Давайте просто каждый напишет свое мнение под данным роликом. Естественно, не каждое мнение будет совпадать. Давайте не будем на друг друга набрасываться. Да, я тоже неправильно поступал, меня бомбило под некоторыми роликами. Но давайте смотреть правде в лицо. Смотрите, вот чистое поле, лежит куча говна, да? Я вижу, что это куча говна, не надо мне доказывать, что это сток сена. Ну что ж, на этом закончу ролик. Всем уже прекрасного вечера. В Беларуси 16.44. Всем пока.